Вода жизнь. Для пятилетней Светы и ее бабушки это не пустые слова. Походы в бассейн для них значит очень много. Как, впрочем, и для всех, кто здесь занимается. Детский церебральный паралич. Разная стадия, разная форма. Света у нас вообще плавать не... Она даже держаться на воде не умела. Она ходила все время, вцепилась в бабушку руками. Сейчас она уже держится на воде. Она не плавает. Она пока только что держится на воде. Но она старается. А давай покажем, как мы на спиночке, а? Давай на спиночке, да? Еще год назад Света не могла ходить и почти ничего не понимала. Бассейн, лечебная физкультура, тренажеры, массаж, психологи и логопеды. Все это, наконец-то, дало результаты. По словам бабушки, Света родилась здоровой девочкой. Никаких родовых травм не было. Почему произошла задержка психоречивого развития, врачи определить не могут. Полтора года мама вышла на работу. Я бросила работать и занялась полностью и воспитанием, и лечением ребенка. Вот уже два года, несколько раз в неделю бабушка с внучкой ходят к логопеду. В свои пять лет Света говорит всего пару слов. Сама не ест и не умеет одеваться. Но преподаватели уверены, все может измениться. Девочку ждут на лечении в Московском институте медицинских технологий. Просто есть с чем сравнить, какая Света была и какая стала. Перспектива есть. В том самом институте медицинских технологий Артем Ермолаев был уже три раза. Последний – в октябре. Мальчику-аутисту прописали уколы, стимулирующие работу коры головного мозга. Результат, признается мама, есть. Артем не только стал лучше понимать, но и говорить. Положительная динамика будет продолжаться, поскольку ребенок находится в достаточно скомпенсированной форме. Продолжать реабилитацию нужно, в том числе и медикаментозную терапию. В январе у Артема последний курс лечения. Его бы не было, если бы зрители нашей программы не помогли собрать деньги. Почти 200 тысяч рублей. Свете Бардычевой требуется столько же. Но семья, в которой работает одна мама, папа-дочке не помогает, не в состоянии оплатить услуги московских специалистов. Одно СМС на номер 5541 со словом «Дети» стоит 75 рублей. Две с половиной тысячи сообщений. Вот цена здоровья этой маленькой саратовской девочки. Ольга Маркова, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив. Ольга Маркова, Игорь Шишилин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова